МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговые новости на телеканале Алматы. В студии для вас работают Алия Битова и Диас Мохамбетов. Смотрите сегодня в выпуске. Касунжумар Тукаев отправил правительство Казахстана в отставку. Когда будет объявлен новый состав? На руднике в Павлодарской области приостановили поиски пропавших спасателей и автобуса. Почему? Насилие над детьми и буллинг. Как намерены ужесточить наказание виновникам? Чиновника подозревают в хищении 120 миллионов тенге, выделенных на сейсмобезопасность Шимкента. Жители одного из сел, близ Алматы, зимой сидят без света, тепла и воды. В чем причина? Правительство Казахстана ушло в отставку. По данным Пресс-службы Ахурды, соответствующий указ подписал президент Касунжумар Тукаев. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Роман Скляр. А до утверждения нового состава все члены Кабмина продолжат исполнение своих обязанностей. Указ вводится в действие со дня подписания. Напомню, в начале 2022 года из-за январских беспорядков глава государства отправил кабинет министров Аскара Мамина в отставку. Исполняющим обязанности тогда был назначен Алихан Смаилов. 11 января он был утвержден на должность премьер-министра, а 30 марта прошлого года переназначен. На руднике Майкаин-Золото в Павлодарской области приостановили поиски пропавших спасателей автобуса. По мнению экспертов, продолжать работы дальше крайне опасно. По данным оперативного штаба, во время проведения исследования обнаружили глубокий провал в грунте и другие пустоты в котловане. Чтобы обследовать весь периметр обвала, привлекут эксперта в области промышленной безопасности и геологических работ. Ему предстоит принять решение продолжить или полностью остановить поисково-спасательную операцию. Напомню, автобус с людьми провалился под землю еще 4 января. Тогда погибли 2 человека. Их тела обнаружили в тот же день. Транспортное средство упало в очистное пространство глубиной в 150 метров. В автобусе помимо водителя находились еще 3 спасателя. 11 автомобилей столкнулись на трассе в Акмолинской области. Массовое ДТП произошло вблизи села Бирсуат. По информации областного департамента полиции, виновник аварии 29-летний водитель автомобиля Тойота Камри. Он не соблюдал дистанцию и превысил скоростной режим. В итоге врезался въехавший впереди Вольсваген Пола. Пятерых пострадавших с разными травмами доставили в больницу. По факту ведется следствие. Еще одно крупное ДТП произошло в Истане. Как сообщили в столичной полиции, устроил его 15-летний подросток. Видеокадры страшной аварии распространились в соцсетях. Как выяснилось, водитель Тойоты РАВ-4 в условиях гололеда потерял контроль над рулевым управлением и врезался в столб освещения. Затем протаранил несколько автор и металлический забор, после чего скрылся с места происшествия. Полицейские установили водителя автомобиля, совершившего ДТП. Им оказался несовершеннолетний 15-летний подросток. Законные представители несовершеннолетнего будут привлечены к ответственности. Садпаев буквально утопает в снегу. Улицы и тротуары все завалено осадками. Коммунальщики работают крайне медленно и не успевают расчищать дороги, жалуются местные. А еще, по словам жителей, дороги не посыпают пескосоляной смесью. В результате во дворах образовался гололед. Главное чистят только улицы Абая и Улутау, но не наши улицы. Наши дворы завалены снегом. Неужели нельзя чистить хотя бы ночью, когда нет машин? В Акимате же уверяют, дорожники стараются изо всех сил и продолжают работу в усиленном режиме. А в департаменте полиции сообщили, что из-за гололеда в городе увеличилось количество ДТП. для обеспечения висперебойного проезда в день на уборку снега выходит около 25 работников. По правилам благоустройства в первую очередь вывозят снег с основных магистралей города, затем все остальные улицы. На прошлой неделе в связи с обильным снегопадом работы велись в усиленном решении. С начала года в городе Сатпаев зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. Основная причина в том, что подрядчик по очистке дорог не выполнил свою работу должным образом. Всего с начала года подрядчику было отправлено 15 решений. С 29 января по 9 февраля проводим профилактическое мероприятие по безопасности дорог. Сотни дальнобойщиков в Магисталской области могут остаться без работы. Всему виной, говорят они, приняты изменения в правилах грузовых перевозок. Отныне большегрузам запрещено проезжать таможенный пост на границе Туркменистана и Казахстана с прицепом. Подорожают ли на этом фоне товары и возможно ли пересмотреть внесенные поправки? В материале Дина Женобековой. Все товары из Турции, Ирана и Туркменистана прибывают на таможенный пост Темирбаба, расположенный на казахстанско-туркменской границе. Здесь около 400 грузоперевозчиков присоединяют к своим машинам иностранные прицепы и доставляют их в Актау и Актобе. Только за прошедший летний сезон дальнобойщики перевезли около 500 тысяч тонн различных товаров. Если проблема не решится, мы останемся без работы. На покупку машин мы брали огромные кредитные займы. Как нам их оплачивать? К слову, новые правила грузоперевозок приняли еще в прошлом году. Однако тогда было решено на год отсрочить их вступление в силу. Я взял кредитный займ в дому. Ежемесячно оплачиваю больше 600 тысяч тенге. Что нам делать? Единственный выход, по словам дальнобойщиков, срочный пересмотр внесенных изменений. С просьбой о помощи перевозчики обратились в палату предпринимателей. Площадка Томикен она помогает именно услышать голос предпринимателя, голос бизнеса донести до правительства, чтобы были приняты правильные решения. Мы это и делаем. Отметим, после введения новых правил перевозок в прошлом году сотни дальнобойщиков приостановили работу. На этом фоне в Мангистауской области резко выросли цены на овощи и фрукты. Как служится ситуация на рынке в этом году, пока неизвестно. Из-за угроз теракта около 22 тысяч школьников не пришли на уроки в Павлодаре. Об этом сообщили в городском отделе образования. Это произошло после рассылок в соцсетях о готовящемся теракте в местных школах. В Акимате попросили родителей и детей не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации. Там сообщили, что учебные заведения продолжают работать в штатном режиме, однако охрану в школах все же усилили. Сейчас там дежурят полицейские. За отсутствие на уроках никого наказывать не будут. А вот напавшего на детей в одном из столичных ЖК 30-летнего мужчину задержали. Об этом сообщили в департаменте полиции. По факту побоев на буйного жителя завели уголовное дело по статье хулиганства. Ранее в соцсетях появились кадры из камер видеонаблюдения, где молодой человек бьет одного ребенка по лицу, пинает второго и душит третьего мальчика. Тем временем в Можилисе презентовали новый законопроект, который ужесточает наказание за подобные преступления. Мира Альжанова передает. Инцидент произошел в подъезде одного из жилых комплексов около трех часов дня. Мальчики, по словам родителей, играли на улице, замерзли и решили зайти домой к другу. Говорят, что в подъезде не шумели. В какой-то момент из соседней квартиры вышел мужчина, подошел и начал бить детей по лицу и пинать. Мой сын учится в шестом классе. Я ему звонила примерно в пять часов вечера. Он мне ничего не сказал. Об этой ситуации мне позвонил и рассказал отец Богдана. Я спросила у сына, почему не сообщил. Оказывается, этот мужчина напугал их и сказал, чтобы не говорили взрослым. Он пинал моего сына в живот. Как сообщили в столичном департаменте полиции, 30-летнего мужчину задержали в собственной квартире сегодня ночью. Дверь он долго не открывал. Стражам порядка пришлось ее взламывать. Дело завели по статье хулиганства. Подозреваемому грозит лишение свободы до двух лет. Между тем, сегодня в Мажелисе презентовали законопроект, ужесточающий наказание за насилие в отношении женщин и детей. На сегодня такого рода правонарушения, которые совершаются в отношении детей и женщин, рассматриваются в административном порядке. Сейчас мы как раз эти статьи переносим из административного в уголовный кодекс. Таким образом ужесточается уголовная ответственность за истязание несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и серьезного вреда здоровью. В новом законопроекте за болинг несовершеннолетних введут меру наказания, предупреждение или штраф до 30 МРП или 110 тысяч тенге. За необеспечение безопасности детей родители могут оштрафовать на 37 тысяч тенге. Накажут и водители общественного транспорта в том случае, если они принудительно высадят детей до 16 лет без сопровождения взрослых. Мир Альжанова, Нурлан Атигенов, Достантьям Рбекулу, телеканал Алматы, Астана. Вы смотрите новости и вот что вас ждет во второй части выпуска. Жители одного из сел близ Алматы зимой сидят без света, тепла и воды. В чем причина? Чиновника подозревают в хищении 120 миллионов тенге, выделенных на сейсмобезопасность Шимкента. В Алматы начнется строительство третьего железнодорожного вокзала. Где он появится? Вы смотрите новости, продолжаем выпуск. В Петропавловске разгорелся скандал вокруг одной из новостроек. Жильцы обвиняют в своих бедах подрядчика. В последние, по их словам, не спешат устранять недоработки. Жилой объект, где проживают 192 семьи, сдали по госпрограмме еще три года назад. За это время, говорят люди, в стенах их домов появились трещины, крыша протекает, имеются перебои с отоплением и горячей водой. Масштаб проблемы оценила Нургуль Алина. Шительница Петропавловска Анар Абдрахманова рассказывает, что приобрела эту двушку по госпрограмме. Но ее счастливые новоселья омрачили коммунальные проблемы. В квартире холодно настолько, что обогреватель семья не выключает. А еще имеются перебои с подачей горячей воды. В морозные дни мы даже ставили два обогревателя. А после того, как пользуешься им, вырастет и сумма в квитанции. Когда менялись застройщики, у нас даже была авария. И в течение трех-четырех дней не было отопления, горячей воды. И нам пришлось с детьми без тепла и воды жить. Михаил Милютин еще один житель проблемной новостройки. Он с досадой показывает трещины, которые появились по всему дому. Здесь есть недоработки, складка стены, и их утеплением негодует мужчина. Он со своей семьей живет здесь два года, но из-за многочисленных проблем даже не решается начать ремонт. То там, то там трещины дают. Везде постоянно какие-то просадки, осадки дома. То в одном месте трещина, то в другом идет. Поэтому с ремонтом пока не спешу. Крышу стала рвать стяжку и она потекла. Вот в этом году я уже собственно ручно получается заватал те моменты, то есть те разрывы на крышах мягкой кровли, которые топило непосредственно квартиры. То есть там довольно-таки много мы накрыли. Решить самостоятельно имеющиеся проблемы жильцы не в силах и надеются на помощь чиновниках. А на днях с жителями проблемного дома встретился глава области и ознакомился с состоянием новостройки. И техэтаж посмотрели, и тепловой узел в подвальном помещении. Есть вопросы, которые надо устранять. Правильно, еще раз говорю, правильно сделали, что техобследование сделали. Это надо качественно сделать. Я прошу вас, хорошо? Потом комиссионно сами проверьте. Все с людьми, совместно, с жителями и все устраните. Это я такое поручение вам даю. По словам местных властей, проблемы могли возникнуть из-за того, что за время стройки объекта сменилось сразу несколько подрядных организаций. Проблема в том, что да, действительно заставило три подрядные организации, и каждый на сегодняшний день уже является банкротами. Последняя фирма осталась. Когда принимали дом полностью, был в исправном состоянии, здесь как бы и технический надзор принимал, и авторский надзор, ну и соответственно сотрудники отдела строительства полностью мы принимали этот дом. Решить вопрос с проблемным домом чиновники рассчитывают ближе к лету и обещали держать на контроле работу подрядчика. Отметим, всего на строительство дома было выделено больше миллиарда тенге. Другой Алина, Замакилба, Тенган Алматы, Североказахстанская область. Без света, тепла и воды живут жители села Бесагаш в Алматинской области. По словам сельчан, постоянные аварии на трансформаторной подстанции приводят к отключению света чуть ли не каждый день. А без электричества не работает отопление, жалуются люди. Они связывают проблему с частным колледжем, который открыли в прошлом году и подключили к подстанции. В проблеме разбиралась сады Левжаркенова. Страдают от нестабильной подачи электроэнергии жители порядка ста домов. Сгоревшая бытовая техника наименьше из зол, говорят сельчане. Больше всего они боятся за свою безопасность, так как аварии на трансформаторе могут спровоцировать пожар. Пожар на нашем ТП, который находится прямо возле моего дома. Пожарные не приехали. Пожар тушили мои соседи, Мирвеков. Воды на тот момент не было. Если бы пожар перетинулся на наши дома, я не знаю, что бы мы делали. Мы бы сгорели просто до тла все. Потому что там проходит газовая труба над трансформатором. И эта труба горела. Спасибо моим соседям. Особенно тяжело холод и темноту переносят дети и пенсионеры. Жители говорят, что в домах им приходится ходить в верхней одежде. А из-за отсутствия угольных печей нужно искать альтернативные способы обогрева. Чтобы хоть как-то обеспечить дома стабильным электроснабжением, жителям приходится покупать вот такие стабилизаторы напряжения. Одно такое устройство стоит 98 тысяч тенге. Некоторые от безосходности берут их в кредит. По словам ответственных, напряжение электроэнергии на подстанции достаточно для 119 частных домов и 15 объектов. Валатау-жарокомпания соотмечает, что с ноября прошлого года электричество отключали только три раза, хотя жители говорят об обратном. Здесь проблема не в том, что не хватает энергии. Таких частых отключений, как говорят жители, нет. Аварийные отключения, конечно, бывают, потому что электросети и линии уже старые. У нас в планах начать их ремонт летом, когда закончится отопительный сезон. Между тем, местные власти заверили, что работают над решением проблемы и просят у сельчан терпения и понимания. С вопросов касательно подключения Дома культуры и колледжа, то они никак не взаимосвязаны на мощность и работу этой подстанции. Но они питаются от этого ТП, да? Насколько я понимаю, да. Но никакого влияния они не оказывают. Позвольте разобраться для начала, выяснить реальную причину проработать с ЖК. Отсутствие тепла и света в отопительный сезон это лишь одна из проблем. В селе также нет воды. По данным замакима села Бесагаш, строительство водопровода начнется в этом году. Но живущие без благ цивилизации люди уже не верят обещаниям. Аделя Кжаркинова, Жахсалых Тлебберген, телеканал Алматы. Руководитель управления жилья Шимкента подозревает в хищении бюджетных средств. Сумма ущерба составила около 120 миллионов тенге. По данным антикора, эти деньги были выделены на обследование сейсмоустойчивости 216 тяжелых домов. По предварительной версии, чиновник легализовал похищенные средства, построив банный комплекс и оформил его на свою мать. Ведется досудебное расследование. Алматы возвращается к малоэтажной застройке. Об этом сообщили в городском Акимате. Там отметили, что теперь в мегаполисе будут преобладать строения с малым количеством этажей. А возможность возводить высотные здания рядом с пятиэтажками ограничат. Эти правила внесены в проекты детальной планировки. Требования не коснутся тех зданий, к строительству которых уже приступили. Напомню, проекты детальной планировки разработаны в соответствии с генпланом города до 2040 года, который содержит принципы шаговой доступности соцобъектов, рациональное использование территории и правильное размещение зданий. Так как Алматы расположен в сейсмически опасной зоне, мы должны быть особенно внимательны к зданиям, которые мы строим. Они должны быть малоэтажными. Количество этажей зависит от того, в каком районе возведут объект. К примеру, в районе проспекта Аль-Фараби здания должны быть максимум трехэтажными. До улицы Абая до девяти этажей. В историческом районе пять. Проект строительства третьего железнодорожного вокзала презентовали в Алматы. Он появится на северо-западе города в ближайшие несколько лет. Ожидаемая площадь превысит 8 гектар. А рядом планируется провести линию ЛРТ, связывающую привокзальную территорию с городом. По словам чиновников, все это поможет перераспределить транспортные потоки и уменьшить нагрузку на улицы мегаполиса. О сроках реализации крупного проекта расскажет Рустам Ралбаев. На сегодня в Алматы работают два железнодорожных вокзала. Они находятся в Турксибском и Житасузском районах города. Оба построены еще в советскую эпоху. Новый вокзал расположится в Алатаусском районе мегаполиса. А территория вокруг него в будущем станет крупным логистическим центром. Новый вокзал появится недалеко от этих железнодорожных путей в Алатаусском районе. По прогнозам экспертов, он поможет значительно снизить транспортную нагрузку как в самом мегаполисе, так и в междугородней логистике. Уполномоченные органы заверили, что новый вокзал станет одним из драйверов экономики города. Он позволит улучшить транспортное сообщение с индустриальной зоной, а также поспособствует развитию микрорайонов Рахат, Мадениет и других ближайших жилмассивов. Третий вокзал нужен для того, чтобы разгрузить уличнодорожную сеть центральной части города, так как у нас второй вокзал находится в центре. Первый вокзал находится в той ситуации, что людям все равно приходится перегружать центральную часть. Соответственно, это сугубо географическое расположение для того, чтобы разгрузить внутри города потоки. Новый вокзал будет расположен примерно в районе пересечения улиц Саина и Бурундайское шоссе. Его общая площадь превысит 8 гектаров. В Алматы генплане заверили, что главной изюминкой третьего ЖД вокзала станут продуманность и современность. А начать строительство намерены в ближайшие три года. 200 миллиардов тенге выделит Джас Салдаму на реализацию проектов по сортировке и переработке мусора. С сегодняшнего дня заработала программа Эко-Колдау, которая, по словам министра экологии и природных ресурсов, должна решить проблемы, копившиеся годами. Чиновник обещает, что к 2030 году Казахстан будет перерабатывать 40% своих отходов, а в городах наконец появятся пункты приема старой электротехники. О проблемах в отрасли расскажет Далина Осипова. Уже несколько лет казахстанцы, покупая бытовую и электротехнику, оплачивают утиль-сбор, заложенный в стоимость товара. Однако пунктов приема, куда можно прийти и сдать старую технику, в большинстве городов попросту нет. По словам министра экологии Ерлана Насамбаева, решить эту проблему и множество других должна программа Эко-Колдау. Мы делаем акцент именно на тех проектах, по которым мы решим нулевые проблемы. На сегодняшний день по электронной технике у нас сейчас будут проблемы, надо открыто сказать, и мы над этим работаем, по электромобилям, по утилизации аккумуляторов. На решение мусорных проблем, а точнее на внедрение технологий сбора, транспортировки и переработки отходов в ближайшие три года планируют потратить 200 миллиардов тенге. Деньги выделит Жасл Даму, но решение, какой именно проект будет реализован, принимает Фонд развития промышленности. При этом для получения льготного финансирования заявителям необходимо предоставить первоначальный взнос в размере 20%. При этом проекты могут быть как по сбору мусора, по переработке, так и по сортировке. То есть на конкретные заводы мы не направляем деньги. Падриваются Фондом развития промышленности самостоятельно, то есть проходят соответствующие экономические экспертизы там внутри, залоговая политика. В ближайшие годы в стране должны появиться 8 мусоросортировочных комплексов и 5 заводов по переработке отходов. Если сейчас Казахстан перерабатывает 20% бытовых отходов, к 2030 году показатель должен вырасти до 40%. Даля Насипова, Дания Румар, Достан Тимирбекула, телеканал Алматы, Астана. И о спорте. Казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира серии ATP. Во французском Монтпелье первая ракетка Казахстана обыграл в решающей битве Хорвата-Борна-Чорича. Матч, длившийся больше двух часов, завершился со счетом 5-7, 6-2, 6-3. В ходе финального противостояния Александр сделал 19 эйсов и реализовал 4 брейкпоинта из 9. Для Бублика это уже вторая победа на данном турнире. Два года назад на этом же корте Александр взял верх над своим тезкой из Германии Александром Зверевым. После этой победы Бублик гарантировал себе 23-ю строчку мирового рейтинга. Историческую золотую медаль Чемпионата мира по водным видам спорта завоевали казахстанские пловцы Эдуард Ким и Наргиз Булатова. На соревнованиях, проходящих в столице Катара Дохи, среди смешанных дуэтов наши спортсмены выступили в дисциплине артистическое плавание. Казахстанским психронистам удалось оставить позади себя китайские и мексиканские дуэты. На этом наш выпуск завершен. Мы с вами прощаемся. В студии для вас работали Алия Битова и Диас Мохамбетов. Я напомню, интересными новостями вы можете делиться по номерам, указанным на экране. На этом у нас все. Всего доброго. До встречи в эфире.